МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем наши Добрынинские встречи. Сегодня у нас в гостях ветеран Дворца культуры, аккомпаниатор ансамбля танца «Счастливое детство», руководитель хора «Русские песни», «Русские узоры», а также член комитета комсомола Ярославского моторного завода 80-х годов Николай Михайлович Куликов. Николай Михайлович, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам сегодня на квартирку нашу. Николай Михайлович, стандартный вопрос. Первое знакомство с Дворцом культуры. Когда у вас состоялось? Каким образом? Когда я пришел после армии, надо было устраиваться на работу, естественно. Шел мимо дворца, зашел. Самое интересное. И нарвался на Курица, Сеоний Михайлович, это интересно. Меня спрашивают, что пришел? Я говорю, хочу устроиться на работу. Иди устраивайся. Я говорю, все, что ли? Да, а чего? Ты даже не предложил премию. Да. Коробой позвонил, у нас Калибинова Павловна была Коробой, за авгейским отделом. Иди договариваться с ней. Устроился на работу. Отвели меня сразу волжан. Так, а вы сказали, что вы умеете сделать? Нет, ничего не спрашивали? Ну, ничего. Парадокс в этом. Иди, кто устраивается. Не, если в музыкант, то и в музыкант. Иди устраивайся. Все, вопрос закончится. Пришло, мне волжанка отвели, баян дали. Я говорю, так я не на баяне играю, а на кардионе. И опять в отдел и стал аккомпаниатор детского отдела. Работал. У нас было интересное, что во дворце. В каждом отделе был свой аккомпаниатор. У нас был массовый отдел, свой аккомпаниатор, художественный отдел, детский отдел, свой аккомпаниатор. Три аккомпаниатора были во дворце. Ну, так работал. Потом в музыкальную студию перешел. Стал педагогом музыкальной студии, потом в руководителем музыкальной студии. Потом решил перейти на баян. На баян. То есть все-таки решили освоить еще один инструмент, да? Да, освоил, Бояна освоил, перешел в счастливое детство. Ну, а в счастливое детство вот как вы попали потом? Вот решил, подошел к Золомаеву Валерию Васильевичу, такой у нас был руководитель шикарный. Валерий, давай, возьмешь меня к себе в счастливое детство? Давай, приходи. Как раз никого не было, ни одного музыкантрия в счастливом детстве. Хочешь, не хочешь, надо было брать. Под монитофон так звали, да? Под раз-два-три, раз-два-три. Репертуар накапливать пришлось, да? Пришлось, да, самому писать и музыку для танца, и аранжировки делать танцы, записывать самому на клавишах. Я так понимаю, что вместе с счастливым детством вы объездили, наверное, тоже всю страну. Помните поездки? Да, ездили в Кишинев, в Курь, как раз вот Террасполь были. Там у него сестра была такая. У Семена Михайловича. У Семена Михайловича. Он пригласил, естественно, как в банкете, был небольшой такой. И первый раз я там попробовал мамалыгу. Вот это было смешно довольно-таки с мамалыгой. У нас, Линова Павла Курова, такая интересная девушка была. С зав. отделом. Значит, наложила себе мамалыги. Ест, ест. Я говорю, Линова Павла, как вкусно? Ой, как вкусно! Ой, так вкусно! Так шикарно, великолепно! Я здорово-то и положил себе. А мамалыга – это же кукурузная каша. Плюс сейчас свиного сала там лежит. Такая гадость. Ну, потом Линова Павла, спасибо. Ну, чего, он сам не понимает, что ли. Он, конечно, не понял. Раз вы с удовольствием вилкой работаете, но она не ела, она просто вилкой работала, а сама даже куска не съела. Ну, хорошо, вкусно-то, вкусно, великолепно. Наелся этой мамалыги на всю жизнь. Еще какие поиски вспоминаете, может быть, с ансамблем? Ездили в Германию в 1994 году. Товарища песня была. Едем в Германию, нас не пускают в Германию. Почему? Дали лучший автобус с моторного завода. Естественно, там, чем они заправляли? Бензином или соляркой автобус. А там уже было евро-3, евро-4. Вообще, представьте, не имею в виду, что такое евро-3, евро-4. У нас такой шлейф дыма идет сзади. Нам бибикают, и сказать, горите, ребята, горите. А это наше обыкновенное состояние нашего транспорта. Да, у нас, естественно. У нас австриец был в сопровождении. Так он, когда увидел этот дым, такой шлейф дыма, говорит, к шоферу подбежал. Стой, стой, вы же горите. Какое горите? Это естественно все. Едем пустили нас. По границе гоняли, гоняли. В Польшу ехали. Потом в Германии, долго были там в Германии, в Австрии, две страны. С концертами, да? С концертами. Принимали, конечно, на ура. Приезжали еще с ларцом. Такой коллективчик был у нас. Вы параллельно, то есть вместе, как бы, двумя коллективами, да? Да, они пели, мы танцевали. Или вы танцевали. Но вы еще аккомпанировали, да? Много концертов дали? Много. У нас уже даже задержались, попросили еще несколько дать концертов. Ну, я представлю вам аккомпанировать, как бы, весь концерт почти что, да? Нет, там было под фонограмму, а я уже только с ларцом в этом плане был. У них не хватало певцов, а я как тенор пою посудил. Вот, у тебя был там первый, второй голос для них. Ну, и одели мне. Там Коля Петров такой был. Он не поехал, но костюм на него взяли. Ну, Коля Петров, да? Высокий, довольно-таки. Это метр девяностый, и размер у него сорок шестой или сорок седьмой. И вот я в этих сапогах, в его рубашке, по сути дела. Но меня-то не взяли, не думали, что я там буду что-то выступать. Вот я в этом костюме под Колю Петрова и работал вместе с ними. Вот так интересно было, конечно. Ну, устали, здорово. Уже полтора месяца мы там были. Ну, тут и гастроли были. Да, гастроли. В этом плане. Сейчас немногие профессиональные коллективы могут себе такое позволить. Германия и Австрия. Две страны. А потом в 2002 году ездили в Румынию. Это уже из последних, можно сказать, поездок, да? Да. Это уже последний, практически последний. Коллектива. В том, что мы сейчас счастливые детства ездили во многие страны, в Китае были и еще в какой-то стране, в Болгарии. Я знаю, что занимаясь как бы в счастливом детстве, аккомпанируя там, вы еще занимались с молодыми ребятами. Да. И занимались не чем-нибудь, а карате. Вот об этой стороне вашей жизни творческой, спортивной, можно сказать, для чего вы занимались с детьми и вообще как бы каким образом у вас карате связано? Ну, я был в свое время фанатиком. Две тренировки в день, без выходных. Ну, и для чего ребятам тогда, вот, танцорам карате решили? Вот у нас такой танец был. У нас Валерий Васильевич тоже фанатик, тоже спортсмен хороший. И героевым спортом занимался. Заломаев, это наш руководитель. Валерий Васильевич. Поставил границу танец. Леонида Гутина. Леонида Гутина. Песня. Решил поставить, там должно быть, два спарринга, нунчаки, работать. И с физподготовкой ребят, там отжимания, по-своему делу. А отжиматься никто не умеет. Танцовы не отжимаются. Танцовы не отжимаются. Ноги сильно, руки слабые. Ах, вот так. Ну, и пришлось и растяжками заниматься хорошо, чтобы нога летела как следует. Вот, и пришлось с ними заниматься физподготовкой. Ну, это любить. Я люблю с ребятами заниматься в этом плане. До сих пор еще иногда встаю и заставляю их заниматься в этом плане. Ну, смешно даже. Парень, он один раз саджаться не может. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что аккомпаниатором вы были не только в детском отделе, но и на всех концертах, на всех каких-то праздниках внутренних Дворца культуры, на которые приходил, в частности, Антон Михайлович Добрынин. Вот какие приходилось проводить мероприятия вместе с ним? Как он воспринимал вообще? Он очень любил. Он бывал каждую неделю здесь, по-своему делу. Это было как его... Как проходил мне во дворца, он обязательно заходил во дворец. На всех юбилеях. Где он был, там я был, по-своему делу. Где Куриис был, там я был, по-своему делу. То есть неизменно вас, как бы, вас привлекали постоянно, да? Ну, он научился, так сказать, как называется, музыканты, халтурять. Халтурять? Хотя были другие таперы, я так понимаю, аккомпаниаторы. Ну, здесь не только еще нужно было, так сказать, психологически подготовка хорошая была. Знать людей, их натуру, уже определять, что они хотят в этом плане. На ходу ловить их желания, по-своему делу. Много чего было. В этом плане у вас, наверное, широкий ассортимент вообще, репертуар подобрался за все эти годы, да? Сколько песен примерно знаете? Ой, даже не сосчитать. Ну, для меня это главное что еще? Слух. Слух. Если человек хорошо поет, то подобрать под него мелодию просто элементарно. То есть вы во дворце, можно сказать, профессионализм свой отточили, да? Да, да, здесь хорошо. Потом меня стали приглашать уже в мэрию. Там уже Иван Ульчинац когда был, с ним пришлось... Вот, он любит песни. В прошлой передаче мы встречались с секретарем комитета комсомола Ярославского моторного завода Владимиром Смирновым. Вы были член комитета комсомола тоже Ярославского моторного завода, но от дворца культуры, да? Да. Я так понимаю. Тоже в 80-х годах. Вы вспоминаете эту жизнь? Вот какая она была тогда? Какая эта кипучая деятельность, может быть, была у вас какая-то? Ярко была жизнь. Вот сейчас вспоминаешь. Комсомольская жизнь, конечно... Ну, были молодые, во-первых. Молодость – это огромное достоинство человека. Энергия была. Била ключом, как говорится. Вспоминается много случаев, когда мы делали... Столько делал комсомольский, что просто на пальцах не хватит рук. Столько всего было. Даже вот такой вспоминается случай. Я уж не помню, кто это конкретно сделал такое предложение. Может, даже Саша Цирков в этом плане. Он был комсомольским в это время, а я был его зам. И плюс еще членом комсомольского завода. Он здесь был командир, начальник. А я, по сути дела, если я здесь находился, то он нам дом руководил. Когда я там находился, я его руководил, по сути дела. Такое дело получалось. Вот. Он предложил, по-моему, он. Что делали... Стройка была... Какой-то дом строили. И нужно от каждой комсомольской организации было... По одному человеку ходить каждый день. Что там делать? Кипячи перетаскивать. Ну, коалифицированную работу, конечно, не давали бы нам. А вот там подсобником поработать или что-то. Час или два там нужно отработать было. В этом плане. И вот он, по-моему, предложил, давайте мы всей комсомольской организации придем и сделаем все, что нам скажут. Кстати, на комитете комсомола, когда мне сказали это, что у вас такая интересная инициатива появилась, так сказать, равнодушие к этому отнеслись. Сказали, что там придумали эти комсомольцы, дворца культуры. Ну, вот решили, так сказать, давай делайте, как хотите. Вот мы собрались. Саша Цирков опять мне говорит, ну, что, Коль, бери давай баян. Что же, без баяна там делать нечего. И поехали туда. Как вылезли из автобуса-то, там все очумели. Сколько народу? Человек 25, наверное, было. В течение получаса нам дали работу, полчаса мы и раз сделали работу. Опять приходим, давайте работать. Мы уже все сделали. Послали еще, давайте это делать. Через полчаса опять эту работу выполнили. Там опять глаза вытаращили на нас. Говорят, что мы всю работу сделали. Чем еще давать-то? Больше нечего. Говорят, ну, а когда обед у вас? Говорят, ну, через полчаса примерно обед. Ладно. Мы сейчас вам концерт дадим. Какой концерт? Вы что, ребята, обалдели, что концерт? Что, не переживайте? Сядете, там свои там миски достаете, а мы спокойненько для вас поем, играем, танцуем. В этом плане. Все. Полчасика мы посидели там, программу составили. Там на полчасика тоже самое. Все сделали там. И потом, когда прихожу опять на комитет, Смиров улыбается. Что вы там натворили-то? Что натворили? Делали хорошее дело. Убрали, всю территорию убрали. Концерт еще дали. Да наслышан о вас. Приятно. То есть инициатива была одобрена. Так вот надо так, берите пример из дворца. Татьяна говорит, а как, в чем возьмем пример из дворца? У нас ни поющих, ни танцующих, никого нет. Это дворец может и все сделать, а мы-то еще можем сделать. Ну, я знаю, что будучи здесь, работая в комитете комсомола, Ваша ячейка, она все-таки как-то отличалась, наверное, от других ячеек. Не было такой кондовости. Там партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Расскажите, вот чем, в чем отличие было? Ну, мы стремились, как бы, сделать свою работу немножко не похожую на других. Если там какие-то давали указания, мы все время спрашивали, а зачем? Если нужно, мы сделаем. Если смысла нет этого ничего, зачем делать в этом плане? И к нам относились довольно-таки лояльно в этом плане. То есть у вас не требовали выполнения каких-нибудь партийных мероприятий, да? Нет, это было, конечно. Это, естественно, как же, если там какой-то юбилей там Лейна, какой-то юбилей партии, еще что-то. Это, естественно, это никуда не деться было. Но конкретно вот эти вопросы, когда мы, жизнь была комсомольской организацией, у нас своя. Мы работали по своему усмотрению. Надо нам это сделать, мы делаем. Ну, какие еще мероприятия у вас были? Очень было много огоньков, которые мы делали для комсомольцев. По сути, люди не только ходят работать, но они хотят еще отдохнуть. Поездки по области были, много поездок. То же самое отдых, отдых должен быть для комсомольцев. Ну, в дальнейшем вы стали заместителем председателя правкома. Скучнее стало? Это должность? Еще веселее. Еще веселее. Я отвечал за все культурные мероприятия дворца. Ну, не дворца, а то, что делал правком. То же самое. Опять же, те поездки. Опять же, сбор всех людей. Ну, чтобы были люди, знали друг друга, любили друг друга, понимали друг друга. В этом плане. И уже даже, когда мероприятие какое-то было, я собирался и ходил по всем отделам, чтобы быть на этом мероприятии. Ну, правком движущая сила была во дворце довольно-таки или как? Ну, без нас ничего, никаких вопросов не решали. Не решали. Да. Потому что сейчас во многих организациях правком, ну, это чисто такая уже номинальная организация. Сейчас уже все. Наконец-то вы доросли, выросли, можно сказать, до того времени, когда у вас появился свой коллектив. Ярославский хор русской песни. Русские узоры. Да, как, вот, как угораздило, почему решили сделать? Мое любимое детище. Да, детище такое свое. Я всех своих девушек люблю, и меня они любят и уважают в этом плане. В принципе-то с 30 лет я уже начинал работать в коллективах, уже по городу создавал коллективы. И у меня, по сути дела, основной костяк, у меня костяк, женщины, которые со мной прошли уже по 30 лет. Совместные деятельности. Совместные деятельности. И уже они без меня, говорится, не могут, я уже без них не могу. И вот на этот костяк нарастало, как говорится, другое мясо, по сути дела. И вот однажды пришел к Дербину, я говорю, Валентинович, говорю, Валентинович, возьми меня к себе в дворец. Я в дворце всегда работал уже, в счастливом детстве. Я говорю, коллективчик у меня есть. Возьми, говорю, да, приходи. Все, вот сколько уже, 4, вот скоро 5 лет. Скоро 5 лет уже, как вы здесь. В дворце. Дворец пополнился еще одним коллективом. Да, еще одним коллективом. Русские узоры. Ну и как вам живется здесь с русской песней? Да, хорошо, хорошо. Много выступаем, много очень поступаем. Станин Михайлович, ну заканчивая нашу беседу, хочу спросить вас. Вот атмосфера тех дней, да, когда вы работали в 80-х годах, и вот атмосфера сегодняшних дней. Вот что хорошее там, что хорошее сегодня здесь, во дворце, вы можете все-таки отметить? Ну, самое главное то, что у нас хороший директор. Это самое главное. То, что человек, который на своем месте в этом плане. То, что он музыкант. Он сам понимает, что нужно, что не нужно. Что конкретно же коллективу. Это самое главное. Когда голова хорошая, умная, светлая, от этого все идет. Это самое главное. Ну, а, конечно, те годы мы вспоминаем с удовольствием. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам на встречу. Хочу тоже пожелать вам дальнейшей творческой деятельности, богатой творческой деятельностью. И вам, вашим коллективам, чтобы все-таки и поездки, и кастроли, и концерты. И это нелегкое время, которое сейчас у нас в стране, и везде в вашем мире прошло. И вы все-таки вышли на большую публику, на большие концертные залы. Спасибо. Спасибо. Счастливое детство руководители хора русской песни «Русские узоры». А также член комитета комсомола Ярославского моторного завода 80-х годов Николай Михайлович Куликов. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова